Дмитрий Викторович, здравствуйте, хотелось бы узнать, а когда вы домой поедете? Домой? Я дома. Дома? Да, Россия, наш родной дом. А вы стали гражданином России когда? Вот скажите, пожалуйста. Нет, давайте вопросы зададим. Задим вопросы? Давайте зададим. Вот мы к вам записываемся на прием. Когда? Месяц уже прошел. Когда вы записываете на прием? Месяц. Месяц в приемной, да. То есть все, кто ко мне записываются на прием, я их принимаю? Нет, мы. Самый главный вопрос. Кашля, гражданин, мошпитин, любое время. Пойдите, самый главный вопрос. Я не ухожу. Самый главный вопрос. Вот вы обещали, да? Вот так. Самый главный вопрос интересует. Вы на похоронах у Захарченко, на кладбище его, обещали отомстить всем врагам и продолжить его дело. Почему вы оттуда ушли и приехали править у нас в Алисте? Получается дело с Захарченко. Нет, стойте, стойте. И дальше потом вы говорите, что вы отвечаете за свои слова, в своем интервью Азарове отвечаете за свои слова. И вы также нашим, как следствам массовой информации, вы сказали то, что вы выйдете к людям. Конечно. Почему вы не вышли к людям? А куда? Почему вы не ответили? На молебен? Почему вы не ответили за свои обещания? Вы, посмотрите, вы задаете один вопрос и сразу пытаетесь 20 вопросов задать. Почему вы не отвечаете за свои слова? Все, что вы говорите, вы отвечаете за это раз. Во-вторых, когда вы говорите, почему они ушли к людям, я готов встречаться, готов разговаривать. Приходите, мы разговаривайте. Мы приходим к вам, ваши люди, ваши работники. Нас не пустили, по-моему. Нас не пустили. Мы записались, мы записались. Кто конкретно вас пустил? Подождите, вы ответьте на... Кто вас конкретно не пустил? Самый главный вопрос. Кто вас конкретно не пустил, мне скажите, я сейчас выясню. Нет, ну давайте тогда договоримся о встрече, когда вы нас готовы принять. Давайте договоримся. Нет, самое главное, почему вы обещали там отомстить? Вас сильно интересует, что было там, и что не пришли здесь? Нет, почему вы сюда приехали? Вы знаете, у вас явно прослеживается политическая подоплека. Вы перекручите события, и пытаясь... Я не пойму просто, вы за что боретесь? Вы боретесь за то, что вы любите свой город? Или вы просто смуту водите? Мы любим свой город. Если вы любите свой город, тогда не родите смуту, не обурачивайте людей. Нам не нравится, нам не нравится, что такой человек, как вы, извините, мы вас не знаем, не знали. И вы не знали листу до этого, приехали сюда управлять. Человек, который не держит слово. Это прежде всего. Вы на могиле своего друга пообещали отомстить. Вы приехали сюда мстить ему? Вы сами только что сказали, мы не знаем вас. Если вы не знаете меня, как вы тогда можете обогревать? Еще раз, я говорю, вы приехали в город или там мстить за Захарченко? Да, послушайте еще раз. Мы сейчас говорим не о Захарченко, и не о ДНР. Я вот лично о вас. Да мне больше ничего не интересует. Мне интересует ваша характеристика, как мужчины. Вы же уже характеристику мне создали, и гадости все эти обо мне написали. Вот у меня вопрос. Вы на кладбище, на похоронах своего друга, обещаете, обещаете, прелюдно обещаете. Что вы здесь делаете дальше? Причем здесь? Вот мы спрашиваем, при чем здесь Элиста и Захарченко? А при чем Элиста и Захарченко? Я говорю, вы готовы отвечать за свои слова? Я в листе, я работаю, а не занимаюсь какими-то там местами, что еще вы немножко путаете. Нет, зачем? Вы же пообещали. На могиле. А зачем вам охрана? Мне охрана зачем нужна? Мне охрана не нужна. Почему у вас с вами охрана пользуется? А с чего вы взяли, что она охрана пользуется? Это охрана. А где вы видите охранный автомат? Как вы можете знать? Элиста маленький город. Элиста маленький город, мы его знаем конкретно, знаем, чем он занимается. Человек, молодой человек. Вы каждый раз, мы все каждый раз перекручиваете. Для чего вы не попадете? Разберитесь, пожалуйста, кто нас не опустил. На встречу. Фамилию скажите мне. Нет, ну вы нас, давайте с вами договоримся, договоримся, о какой дате. Кто у вас конкретно не пустил? Число, когда вы нас готовы принять. Это вам, как вы не здравствуйте? Вы здесь уже знаете, что разберитесь, кто не пустил. Мы там внизу спрашиваем. Месяц назад. Мы к вам приходили, мы записали, это был столник. Нет, у вас когда приемный? А, у вас в среду. В среду и субботу. Вот мы приходили в среду, нас не опустили, поскольку сказали... Вас должны быть записать. Нет, нет, очередь, да. Записали, записали. Возможно, может вас записали. Нет, нас записали, месяц уже прошел. Я же вот вас интересуюсь, вот лично вас интересуюсь. Я вам скажу, что на сегодняшний день, на сегодняшний день, может быть, просто другая немножко ситуация, они не пустили, как вы говорите, А записали, вы в порядке очереди будете приглашены. Будем ждать. Сегодня более тысячи человек записалось. Давайте с вами договоримся. У которых есть проблемы, там течет вода, там где-то, там дороги не сделано и так далее. То есть есть реально проблемные вопросы. И еще последнее. Возможно, что у вас есть списки. Я сейчас выясню, это не проблема. Еще последнее. Лично вас приглашаем на следующий митинг. Скоро он будет. Вы на митинге хотите что? Вы хотите на митинге гадости? Нет, никакие гадости. Вы просто выйдите к людям, пожалуйста. Как руководитель, выходите к людям. Вы сейчас, вы не боитесь с нами разговаривать сейчас? Я вообще не боюсь ни с кем разговаривать. Выходите. Вы знаете, я к народу выхожу ежедневно. И суббота, и воскресенье. Я вчера погоню. Ну, я видел ваши мультики. Что вы видели? Мультики видел. Вы перепутали немножко. Я не мультик, только сонщик, чтобы мультики показывать. Ну, а почему-то в вашем инстаграме у вас покажут. Вы подмели листья. Мы пришли посмотреть на эти листья, ветер снова их намел. Если бы вы хотя бы взяли в руки грабли и лопаты, вы грабли больше сделаете полезного. Вы не беспокойтесь. Вы не беспокойтесь, мы делаем. А я сейчас делаю брать грабли. Ну, не ваше, как мэра, понимаете? Да, это не вам нужно брать грабли в руки. Нет, зачем вы? Вы к народу выходите, а не вот так вот мультики показываете. Моя задача не в теплом кабинете сидеть, а работать во имя народа. Скажите, пожалуйста, работу, которую вы сделали уже за этот срок. Вы знаете, работы уже очень много. Нет, какую, какую, скажите, какую, скажите. Вы говорите, что к народу не выходите. 64-й дом на 8-м микрорайоне бежит, продолжает бежать. Куда он бежит? Бежит, я не знаю, вода там дальше бежит. Знаете, с вами тяжело очень общаться, потому что, я жил, у вас политическая подобрения. Дороги, дороги, которые сегодня строят, заложила другая пенсия. Мы заточены под одну. Оболгать Трапезникова, оболгать Хасикова. Хасикова мы не трогаем. Трапезников Дмитрий Викторович, езжайте домой. Я дома. Отвечайте. Вы не дома. Вы не дома, я говорю еще раз. Вы не дома. Отвечайте за своего. И семья моя со мной. Здесь живешь? Конечно. Мы уже плотно.